Мы говорили о том, что Отец ищет. Мы говорили о том, что Отец ищет себе. Отец ищет себе. Давайте, ну, вот очень хорошо, что передо мной вас учил, ну, вернее, не совсем передо мной, а перед Леней Васарманом вас учил Дима Юткевич. Да, а, Витя еще вас учил, извините. Дима Юткевич вас учил. И какая тема у вас была? Заветы. Так вот, Отец ищет себе. Основа поклонения, основа поклонения – это заветные отношения. Основа поклонения – это заветные отношения. Мы не будем сейчас говорить о заветах. Вам, я думаю, что очень хорошо об этом преподавал Дима. Бог находит Авраама, заключает с ним завет. Обещает от Него создать себе. Помните, Отец ищет себе. Обещает создать себе народ. С этим народом он вступает опять в заветные отношения и дает десять заповедей. Правда? Я ничего лишнего не говорю. Из которых, первая из которых гласит... Давайте, открывайте. Исход 20 глава. Давайте, давайте. Исход 20 глава. Первый, шестой стих. С первого по шестой стих. Исход 20 с первого по шестой стих. Изрек Бог все слова сии, говоря, Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Я, Господь, Бог твой, да не будет других богов, не поклоняйся им и не служи. Бог, Он, Бог ревнитель, Он называет себя так. Я, Бог ревнитель. Этот ревнитель желает, чтобы Ему поклонялись, служили и в первую очередь говорится о том, чтобы поклонялись. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok